Море летом таит в себе в море соблазнов. Поплавать в шторм, прыгнуть в воду с пирса или причала и все эти геройства на фоне выпитого спиртного. Таких ошибок море не прощает. Следует отметить, что за 2013 год в Российской Федерации общее число погибших людей составило в дорожно-транспортных происшествиях 30 тысяч, на водных объектах 18-20 тысяч и примерно столько же погибло при пожарах. В настоящий момент в границах муниципального образования уже зарегистрировано одномоментно находящихся прибывших людей более 200 тысяч. Если их сложить еще с 70 тысячами местного населения, то цифра подходит к 400 тысячам одновременно находящихся людей в границах нашего муниципального образования. Естественно, антропогенная нагрузка на все службы, в том числе и на службы спасения, увеличивает более чем в два раза. На наиболее сложные для нас моменты это состояние безопасности на водных объектах и состояние противопожарной безопасности на ландшафтах и в лесной местности. Остановлюсь на водных объектах. Основными причинами гибели людей является, первое, это купание в алкогольном опьянении, что составляет примерно 70-80% от всех случаев. Следующий момент это невыполнение требований спасателей при введении штормовых ограничений. Купание в шторм и во время самого грозного нашего явления это донного течения или, как в простонародье его называют, тягуны. На оборудованных пляжах Анапы на спецпостах дежурят спасатели и медработники. О запрете купания отдыхающим на пляже сообщают по громкоговорящей связи. Самые внимательные умеют читать сигналы. Желтый флаг, установленный на посту, как зеленый сигнал светофора на плавании в море. Черный шар – спутник штормового предупреждения или шторма. Купание категорически запрещено, причем полный штиль у берегов еще не гарант, что через 15 минут высота волн не достигнет критических штормовых показателей. Основные правила безопасного поведения на воде все знают с детства. Спасатели напоминают, прыгать в воду с причала категорически запрещено. Спиртные напитки и купание несовместимы. Почувствовав усталость или переохлаждение, пловцу необходимо немедленно вернуться на берег. Причем в воде можно отдохнуть, повернувшись на спину. Купаться на надувных матрасах небезопасно. Мы обратили внимание на то, что люди, которые особенно первый раз появляются на море, у них резко утрачивается инстинкт самосохранения. Поэтому они пренебрегают всеми требованиями безопасности и не выполняют элементарных требований, которые звучат из-за спасателей. Вот все это накладывается на то, что в конечном итоге приходится реагировать службам спасения. Если они успевают реагировать, нет, мы имеем несчастный случай. Призыв о помощи, понятный всем и спасателям, и коллегам, отдыхающим на берегу, поднятая вверх рука. И еще одно напоминание. Чтобы отдых был в радость, а отпуск счастливым, не оставляйте детей без присмотра. А если вдруг понадобилась профессиональная помощь спасателей, вызывайте по номеру 112 с мобильного телефона. Телефон единой диспетчерской службы 32094 и 051 с мобильного. Субтитры создавал DimaTorzok